Ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных Твоих слов. Сохрани нас в единомыслии, любви и согласенных из Собоя. Прибудь с нами. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла, 14 глава, 31 стихи. «Если же другому из сидящих будет откровение, то первой молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Второе послание. «Здесь научают благочинию и смиренно мудрию. Когда говорит Дух возбудит другого, ты первый молчи. Ибо если бы Духу угодно было, чтобы ты говорил, то все один за другим можете пророчествовать. То есть не печалься, ибо можешь и ты, и другой, и все пророчествовать поодиночке и преемственно. Ибо это дарование не ограничивается одним только, но подается всем, дабы вся церковь получалась и получала поощрение к добродетели». «Я слышу, но меня тут не подключилось. Ты меня, наверное, отключи, а потом подключи. Попробуй еще раз. 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 Она съемка, ребята. Не успевайте. Катюка. Нет ничего. Непонятно даже, почему. Чего необходимо-то? Нету. Вначале вроде бы, а потом нету. Я хоть там его слышал, а сейчас не слышу. Чем это вызвал? Ну, отключайте тогда. Заново заходить. Я ему сказал, ты меня, говорю, выключи, а потом зайди. И он сразу отошел или нету. Я уже четыре раза там выдергивал, там без толку выдергивать. И здесь работает все. Ещё нету. Ох... Она крутит. Как её? Даже нельзя узнать, что там есть. Да ничего, оно зависло просто. Ну что-то надо предпринимать, просто сидеть ничего не даст. Да. Когда говоришь, оно там не считать нельзя ничего. Несколько раз выключает, выключает. Ну, хотя можно выписать теперь. Будь в церкви в порядок. Чтобы одновременно все не... Толготали, как говорится. Вот. А вопрос у меня такой... Слышно меня? Ну, только что слышно. Сейчас. Подошёл Никита. Да. Совершенно ничего не было. Не видно, не слышно. Что читали-то? Вот. Мы читали о пророческих духах, которые должны повиноваться пророкам. Ну? А впереди читали, что если первым будет откровение, то второй молчит. Правильно. Вот. И тогда возникает вопрос. У нас это не о пророчестве, но о молитве. Но суть одна и та же. Когда вот церковь молится, батюшка параллельно читает тоже другую молитву. И тем самым как бы вот какое-то недоумение этим вызывает. Не то, что это там кажется, что это беспорядок или... Почему вот так решили, что отдельно и когда-то, и для чего-то? Знаете вы ответ на это? А что решили-то? Непонятно. Что решили-то? Что батюшка параллельно другую молитву читает, когда церковь другую молитву одновременно. А тут про молитву сказано? Тут не сказано, но сказано про беспорядок. Когда один... Одну молитву и другую одновременно. Почему вместе-то нельзя молиться-то? Обязательно в одно и то же время разные человека молитву читают. Зачем это сделали? Непонятно. Но это многогласие. Его порицают и убрали. У нас этого нет. А раньше было... И если бы этого не было, то я бы и не задавал. Молимся и батюшка стоит, и в это же время хор поет на кресле, и в это же время батюшка свою молитву читает. Для чего это? Он не читает это что-то. Ну вот ты его и спроси, почему. Я ему говорил, это так что-то положено вроде, или не знаю даже. Вот я и спрашиваю, как положено, когда положено и зачем положено. А отвечать-то все можно, когда совершенно про это не сказано нигде. Если говорить по Писанию, то тут тогда все понятно. Тут ездит посыпиться. Просто подойди и спроси. Я уже говорил. Заложники. Система. Система, да. Понятно. Не, я просто, может быть, видите, вы занимались же... Нет, он молча молится. Он если бы вслух молился, тогда бы вопрос поставили. А он молится про себя в это время считаем, а это ему положено по его... Почему именно в это время? Знак сокращения или чего, тоже никак не понятно. А то бывает вслух одновременно. В одном храме одновременно идет и отпевание, и крещение, и служба идет в разных частях. Называется многогласие. Вот протопопа вакуум, сильно боролся с этим. И сегодня это делается так. Как-то отец таким рассказывал, приехал архиепископ Марк Брелинский. Арнт фамилия его. Ну где-то там, сейчас не могу сказать, то ли в Москве или где были. Ну и зашли, вот такое многогласие. Он архиепископ, он все знает наизусть. Он говорит, а что у вас тут это делается? Он не мог даже и понять, что это такое. Ну вот, представьте, что в школе три учителя в одном классе, и каждый в полный голос преподает математику, астрономию и ботанику. Ну и что? А все это слышно, за одной партой все сидят. Это никуда не гонится, безобразие, по-другому нельзя назвать. Каждое слово должно доходить до слушателей, тем более к Богу говорим. Ну а как считают, как у буддистов. Они говорят, а чего говорить-то? Бумажку Богу показал, и все как у нас. Ну и перекрестил бумажки, никого не поминать. Они пошли дальше. Заложили в определенный сосуд такой, как меленка. Поставили на воде, она крутит, и бумажки там крутятся. С чего надо? А теперь сделали у них на руке такой же туесок, как бы, с кисточкой. И они идут, и рукой шевелят, и молитвы там сами переворачиваются. Буддисты прямо пошли. Объяснимо, понятно. У нас многое непонятно. Молится батюшка за упокой. Но какая польза-то есть или нет, когда его не знают? Не знают, а у католиков точно знают. Грех такой-то. Кто с кем, когда, почему. Зависимо от этого такса. У нас все вилами по воде написано, когда не по Писанию. А как надо? Отменить это, но отменить никак нельзя. Заложники. Все. Продолжаем. 1 Коринфянам 14 глава 34 стих. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Полкование. Указав хороший порядок всему, что касалось дара языков и пророков, именно, чтобы немногие пророчествовали, и оттоле не происходило бы замешательства и неустройства, теперь уничтожает беспорядок, происходивший от жен. И говорит, что они должны молчать в церквах. Потом говорит нечто большее, именно, что им приличнее быть в подчинении, ибо подчинение означает молчание от страха, как это бывает в рабынях. Законом же называют книгу бытия, в которой написано, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Бытие 3.16. Если же жене определено быть в подчинении у мужа, тем более у духовных учителей в церкви. Вопросы. 1 Карифеном 14.35. Если же они хотят чему научиться, жены, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Толкование. Чтобы не сказал кто-нибудь, если они не будут говорить, то как научатся тому, чего не знают? Это сделает их скромными, а мужей более внимательными, так как они должны будут слышанное ими в церкви точно передать женам по их вопросам. Заметь же, что женам не позволено в церкви говорить даже о предметах необходимых и душеполезных. Быть может, они красовались духовными беседами в церкви, а он, напротив, говорит, что это для них бесславно и постыдно. Постыдно. Вопросы. 1 Карифеном 14.36. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Толкование. Речь обращена к кому-то, как бы возразившему ему. Что, говорит, вы противитесь и не признаете хорошим, чтобы жены молчали в церквах? Не потому ли, что вы, учители, и от вас проповедь пришла к прочим? Уже ли вера утвердилась у одних вас, и вы не должны принимать то, что принято другими? Вы верующие, но они первые, не единственные. Посему и вы должны охотно принимать то, что угодно Вселенной. То есть, как я понимаю, смысл такой. Если в Ветхом Завете, в Бытие 3.16, было сказано, что муж будет господствовать над тобою, жены эти должны смиренно принять, написано молчать, как рабыня. Странно. Но у нас, к сожалению, на протяжении долгого периода времени, времена социализма, коммунизма, ввелась другая идеология. Мы не рабы, рабы не мы. Женщины должны бороться за свои права. Женщины должны быть наравне с мужчинами, равноправия. Ну вот они взяли ломы, кетки и пошли на тяжелые работы работать. Обманули женщин наших. Обостили. Вот. Я не смотрю телевизор. Раньше, сейчас-то, женщины в протестантизме, пророчества, она в брюках, крашеная, без платка, пророчествует. По Библии все, она ее вот так вот прям крутит, вертит. А неужели она вот это не читала, не проходила, и как она может ответить на это? Молчат, значит, молчат. А можно ли не молчать, но в то же время оставаться в подчинении и рабой? Тут вот прям запятая и союз А, то есть как противовес. Ибо не позволено им говорить, запятая 14 стих, а быть в подчинении. То есть если говорят, то есть уже не подчиняются. И приводится в бытие. Но в бытие о молчании не говорится, а просто о том, что муж будет господствовать. Опять же, влечение твое. На влечение мы уже говорили. То есть рассуждали. Вопросы есть по этому, по этим стихам? Игнать Тихонич, добавить что-то желаете? Ну добавить что у нас? Игнать начинает, говорит, не уклониться ни направо, ни налево. Направо, то есть более того, что требуется. Женщины поют на клиросе, а им не положено говорить. Давай к этому приставать. Ну какое это отношение? Ну вот вначале приветствоваться. Или допустим, сейчас прощенное воскресенье, завтра будем. Ну и женщины друг другу там говорят, прости Христа ради. А нельзя разговаривать? Ну правильно, нельзя. Ну вот это день такой, где очевидно можно. А как попросить прощения-то по-другому? Желательно, чтобы не разговаривать. Приветствуйте за пределами, в дверь не выйдете. Но однако и Христос воскрес, говорят. Вначале доказывают некоторые. У нас другое. Ладикейский собор, 44 правило. Посмотреть надо. Там прямо говорится, женщины в алтарь и миряне да не входят. Яснее ясного. Но не входят. То есть не разрешаются. Однако входят. Почему? Она в черную одежду оделась. И вот она такая, пульхерия теперь. Ну она была там какая-нибудь анушка, теперь пульхерия. И вот ее в алтаре все видят. Она в черном одеянии. Она даже не сознается. Но она уже в глазах людей другая. К ней обращается матушка. Какая она матушка? С чего она? Ну мы встретились. Это в городе Фрунзе Киргизской республики. Вот. Я настоятельно сказал, отец Владимир Светков. Я говорю, не положено заходить. Ты показал канон. Хорошо. Он такой хороший батюшка. Она на завтра воскресная служба. Она опять в алтарь. Ей не надо там ничего. Не надо. Там все есть. Надо туда-сюда подправить свечку какую-то. Он ее остановил и говорит, так, больше в алтарь не заходите. Как не заходите? Я сказал, не заходите. Владихийское правило запрещает. Но меня же архиерей благословил. Вот у него там и заходи, а ко мне туда больше не заходи. Как она фыркнула. Такая смиренная, хорошая. А тут из нее пульхерия. Как будто подушку разорвали из пуха. Полетела во все стороны. Вот и все. Почему? Теперь она другая. Она считает себя униженной. Хотя она должна считать себя возвышенной. Так эта женщина-майер. Бегает в штанах, в брюках, без платка. Там и накрашенная в сережках. Она ничего этого не знает. Неужели мужчин некому проповедовать? Если вы считаете. Но она на сцене. Это не в церкви. Она скажет, а я не в церкви, в радиостанции. Вот она не знаю. Она не в церкви. В церкви ей это не разрешают. Вот тут надо решать уже на другом уровне. Про это ничего не говорится. А может действительно ей разрешено будет там где-то в студии. А почему нет? Мне вот жалоба поступила. Она какой-то у них там отдельный класс. Да, идут занятия. И женщина ведет. А мужчина говорит. И муж ее стулья расставляет. Потом сядет и сидит. Вообще здорово, я говорю. Если у него таланта нет, он и сидит. Смотрит за порядком. У них хороший тандем. Но и пускай так трудятся. Это же не в храме. Я за то, чтобы... Если ей это дано, то пожалуйста. Тут у нас в трапе знают. И женщина выступает. Там Люба что-то считает в календаре. Это же не внутри храма-то. Так понимать? Я думаю, и так. Ну, кто-то может увидеть и скажет. А что женщины говорят? Ну, надо конкретно говорить. Вот так. Все. 1 Коринфянам 14.37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. Толкование. К концу поставил то, что сильнее всего. Именно, что так повелевает через меня Бог. И это, несомненно, признает тот, кто у вас почитается пророком или имеющим иное какое-нибудь духовное дарование. Например, дар знания. 1 Коринфянам 14.38 А кто не разумеет, пусть не разумеет. Толкование. То есть я сказал, кто хочет, тот поверит. Такой тон речи показывает человека не свое желание старающегося исполнить, но имеющего в виду общую пользу. Так обыкновенно поступает Павел тогда, когда не очень нужно противоречить. Ибо какая нужда Павлу противостоять и убеждать, что слова его суть заповеди Божьи, когда он говорит своим ученикам и сказал уже, что кто духовен, тот признает их божественность. Очевидно, что все поспешат назвать их божественными, дабы показаться духовными. Вопросы? 1 Коринфянам 14.39 Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Толкование. Поговорив о дарованиях, ставил слово о женщинах. Теперь опять говорит о дарованиях. И дару пророчества дает первое место, сказав ревнуйте, а дару языков второе. Не сказал позволяйте, но не запрещайте. Так мы обыкновенно говорим о предметах, не необходимых, не позволяя, не запрещая. 1 Коринфянам 14.40 Только все должно быть благопристойно и чинно. Толкование. Как бы сразу все исправляет, и то, что касалось говоривших на языках, и то, что касалось жен, говоривших в церкви, и вообще все, что у них происходило, не в порядке. Благопристойно же и чинно будет все тогда, когда говорящие на языках будут говорить с истолкованием, а не как беснующиеся, когда пророки будут друг другу уступать, когда жены будут молчать. Вопросы? Нет вопросов? Идем дальше. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 1 стих. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Толкование. Переходит к учению о воскресении, которое составляет основание нашей веры. Ибо если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Если же Он не воскрес, то и не воплотился. И таким образом вся наша вера исчезнет. Поскольку такие колебания были у Коринфян, ибо внешние мудрецы готовы принять все, только не воскресение, то Павел и подвизается за воскресение. Весьма мудро он напоминает им о том, что ими уже принято на веру. Ничего, говорит, странного, я не говорю вам, но даю вам знать, то есть напоминаю о том, что уже было вам сообщено, но позабылось. Назвав их братьями, отчасти смирил их, отчасти напомнил им то, от чего мы стали братьями, а именно от явления Христа воплоте, которые могли перестать верить, и от крещения, которое служит образом погребения и воскресения Господня. именем благовествования так же напомнил о тех бесчисленных благах, которые мы получили через воплощение и воскресение Господа. Не сказал, которое вы слышали, но которое вы приняли, ибо они приняли его не по слову только, но и по делам и чудесам. сказал так и для того, чтобы убедить их содержать оное, как давно принятое. вопросы. Идем дальше. 1 Корректор 15.2 «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Полкование. Хотя они колебались, однако говорит, что устояли в нем. Он намеренно представляется не знающим и предупреждает их, чтобы не могли отрицаться, хотя бы и очень пожелали того. Какая же польза от того, что стоите в нем? Та, что вы спасаетесь. Говорит как бы так. О том, что есть воскресение, я ничего не сообщаю вам, ибо в этой истине вы не усомнились, но может быть вам нужно знать то, каким образом будет воскресение, о котором я благовестил вам. Об этом-то, то есть о том, как будет воскресение, я и говорю вам теперь. Чтобы словами вы утвердились, не сделать их беспечными, говорит, если вы удерживаете, если только не тщетно уверовали, то есть если вы не напрасно называетесь христианами, ибо сущность христианства заключается в учении о воскресении. Вопросы. А вот в который раз уже и говорю, а в воскресение-то многие христиане сегодняшние-то и не верят. В церковь ходят многие знают. Ты даже спрашивал, веришь, что Христос воскрес? Ну как, на Пасху же все отвечают, истинно воскрес. И тот же второй вопрос, а то, что ты сам воскреснешь, веришь? Все, человек сразу замолкает, и как будто ничего и нет. А здесь сущность христианства заключается в учении о воскресении. То есть учения не было, а в воскресении человек ничего не знает. Ну так. Некоторые даже скажут, Христос воскрес, отвечают, спасибо. То есть за то, что воистину воскрес, я в это верю. Некоторые даже верят, что Христос воскрес, а то, что сами воскреснут, не верят. Не верят. А далее, то есть он сейчас будет уже... Когда спрашиваешь, что Христос умер за вас, это вообще многие не знают об этом. За грехи. То есть учение искажено. Главное перечислить грехи, и опять продолжать грехи. Главное, периодически их повторять и перечислять. И причащаться. И тогда что-то там произойдет. А что, даже я не знаю. Так, продолжаем. 1 Коринфянам 15.3. Вопросы, может быть, какие-то? Игнать Тихонич, по этим стихам можете что-то добавить? В Ветхом Завете... В Ветхом Завете было много чудес. Но одно чудо было сделано Богом, над мертвым человеком. И нигде столько заблуждений не пошло, как с этого чуда. Вы знаете, когда Илью, Господь готовился вознести, то его приближенный Елисей стал просить. Проси, чего хочешь. Он говорит, чтобы дух, который на тебе, был на мне вдвойне. Ну, это слова мы знаем. Но а в чем она проявилась-то вдвойне? Если бы пророк Илья воскресил одного только сына вдовы Сарепской, а этот воскресил двоих, ну, тут математика простая, один умножить на два. Но далее-то Илья взят на небо. На какое, неизвестно. Если так буквально понимать, тогда он должен, Елисей, в два раза выше быть где-то взятый? Или как? Непонятно. Теперь, празднование святому памяти его златоустам, подражание ему. Подражание. Ну, теперь мы посмотрим подражание. Вот его похоронили. Все, чудеса кончились. И вдруг хоронят какого-то человека, и эти увидели, что там враги, какой-то спецназ высадился с вертолетов. Они бросили мертвеца и бежать, а мертвец коснулся Илья соскочил, видимо, с ними и побежал вместе. Ему-то какая разница, бы лег, притворился мертвецом-то. Никто бы не тронул. Но теперь-то что делают? Когда говорят, что оставьте мощи в порядке, не трожьте их, как Бог заповедовал. Где вы взялись, что нужно вытаскивать, выкапывать, резать, называть, обрели. И кого обрели-то, когда выкопал? Ты же знал, что там лежит-то. Все это антиевангельское. А почему? Я говорю, а почему вы до Москина приводите, а Антония Великого не приводите? А Антоний Великий категорически запрещал это делать поклонение мертвым. Это изыщество. Вот в воскресенье, как раз у нас Виктор Андреевич считал эти записи. Когда Антоний почувствовал, что приближается его отход с этой земли, он отдельным ученикам только сказал, где он может быть будет. Ни один по сегодняшний день не знает. Его мощей нет. Он боялся, что резать будут. Выходит так. Почему его внимание не берут? Антоний Великий. А с такой приставкой Великий, с большой буквы, за 20 столетий только 17 человек было. Можно к нему прислушаться. Это же не Иоанн Дамаскин. И это все по слову Божьей сходится. Но они где даже не поминают, все это скрывается. Ну а как подражать Елисею? Давайте ему подражать будем. Дети увидели его и стали обзывать пришивы. Ну а что пришивы-то? Какая-то обида. Я даже по сей день не могу понять. Они бы не обзывали, если он кучерявый-то был-то. И он разгрелся и проклял их. Вот это вдвойне. В чем вдвойне-то? И Бог услышал, не сам же он делает. И ответ последовал незамедлительно. Две ярые медведицы выскочили, 42 ребенка растерзали на куски. Подражать мы можем им? Да хоть и с проклинастью ничего не будет. Даже комар не укусит по нашему проклятию. И что интересно, этого самого Елисея мощей нигде нету. Нету. Почему нету? Бог допустил, чтобы их уничтожили. Дальше, когда начинаешь договаривать, и теперь ссылаются, это в миллионных экземплярах. Выкапывают, режут, вставляют там где-то кресты, и что? А Елисей? Вот ожил. Да после Елисея никто не ожил. Его мощи не почитались после этого. Дальше-то не говорят, все идет обман на обман. Никто после смерти не вызвал столько обмана, как мощи Елисея. Вообще такого не было. О теле Моисеевом спорил Архангелом, Сатана, Дьявол, написано, с Архангелом Михаилом, книгой апостола Иуды. Но запретил он ему? Зачем он хотел явить тело? Объясняют так, что хотел явить, чтобы поклонялись ему. Как сейчас там, лбами стукались над могилой. Где он ест-то? Вот обретает мощи Серапима Саровского. А чего вы решили, что это мощи-то? Нету даже тысячной доли процента удостоверения, что это именно мощи. А почему? А на рукаве, там в рукавник какой-то. Да разве по рукаву определяют? Да можно переодеть полностью человека и будут думать на него. Нет. Неправильно это. И вот Господь это допустил. И сегодня кому бы не сказал, те, которые режут, там моют, отпиленные ноги. Что делать? Просто смотреть страшно. А Елисея, мощи, а воскресили. Ну и воскресили, и дальше-то. Дальше ничего и нету. Бог это показал в Ветхом Завете один раз, но дальше начинает на ворота идти. Ну, православные-то можем хотя бы не делать этого. Больше нигде нету. К мощам Павла где-то воскресили, нету было. К мощам Петра не было. Вот когда раздумаешься об этом. С нами, с православными, ведь разговаривать-то нормальный человек не будет. Мы никакие. Прямо сразу бы сказать, это не по Евангелию, это не по Библии, и прикосновение к мертвому, тем более, в ветхом человеке, оскверняет человека. И вообще не было. Степана побили, и мужи благоговенные похоронили его. Мужи. Так и было. Игнатия богоносца львы растерзали, и все, пошли там, взяли, похоронили, и этого не было. А то уже четвертый век начал этим заниматься. А я против мощей. Я не против, я за. Оставьте в покое. Кладбище и мертвые принадлежат Богу, они высшие исповиновения местным законам Конституции. На них ничто не распространяется. А зачем вы это делаете теперь-то? Вот мой ответ. Отошел. Продолжаем. Первое Коринфянам 15 глава 3 стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Толкование. Так как учение о воскресении очень важно, то я преподал оное первоначально, ибо оно есть как бы основание всей веры. Принял же оное и я, то есть, от Христа. Посему, как я содержу оное, так и вы должны содержать. И как вы приняли в начале, то ныне вы не правы, когда усомнились, хотя на время. эти слова очевидно принадлежат самому Христу, говорившему через Павла. Поскольку манихеи будут впоследствии говорить, что Павел смертью называет грехи, а воскресением освобождения от них, то ему угодно было сими словами заранее обличить их. Так Христос умер. Какой смертью? Без сомнения телесной, негреховной, ибо Он греха не сотворил. Если же они не постыдятся сказать, что и Он умер смертью греховной, то как сказано, что Он умер за наши грехи? Ибо если и Он был грешник, то как Он умер за наши грехи? Ведь ясно поражает их и сим замечанием по Писанию. Ибо Писание везде приписывает Христу эту телесную смерть. Так говорится, пронзили руки мои и ноги мои. Солом 21, 17. Еще возряд на того, которого пронзили. Захария 12, 10. Еще Он извязвлен был за грехи наши, за преступления народа моего, Он идет на смерть. Исайя 53, 5-я глава, 8-й стих. Первое послание Коринфянам, 15-я глава, 4-й стих. И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Толкование. Итак, Он и тело имел, ибо погребается тело. Слова же по Писанию не прибавил или потому, чтобы что гроб был всем известен, или потому, что слово по Писанию относится ко всему вообще. Где же Писание говорят, что Он воскрес в третий день. Прообрази Ионы и прежде всего Высааки, который в три дня сохранен живым для матери и не был заклом и в весьма многих иных прообразах. Также в словах Исаии Господь хочет очистить его от язвы, показать ему свет. В словах Давида не оставишь души моей в Ааде. Псалом 15.10. Вопросы? Первое послание к Коринфянам 15.5. И что явился Кифе потом 12? Толкование. Первых поставляет свидетеля достовернейшего из всех. Хотя Евангелие говорит, что Господь явился прежде Марии Марка 16.9. Но из мужей первому явился Петру как лучшему из учеников. Ибо тому, кто первый исповедал его Христом, следовало первому видеть и воскресение. Является ему прежде прочих и по причине отречения его, дабы показать ему, что он не отвергнут. Матфей сопричислен вместо Иуды после вознесения Господня. Как же Павел говорит потом 12? Отвечаем. Вероятно, он явился Матфею после воскресения, как явился и Павлу, призванному после вознесения. Посему он и не указал времени, но выразился неопределенно. Некоторые же говорят, что здесь ошибка Песца или Господь вперед, зная и презирая, что Матфей будет сопричислен к 11, явился и ему, чтобы он и всем соотношении не был ниже прочих апостолов. Нечто подобное выражает и Иоанн, когда говорит Фома 1 из 12, Евангелия Таана 20-24. Ибо всякий скорее скажет, что он сопричислил к прочим апостолам Матфея по предвидению, чем Иуду после его предательства и самоубийства. Вопросы? 1 Коринфянам 15-6. Потом явился более нежели пятистам братьев, в одно время из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. толкования. После доказательства из Писаний приводит вас свидетели апостолов и других верных людей. Слово более некоторые объясняют как свыше с небес, что он высоко и над головой явился им для того, чтобы удостоить в истине вознесения. Иные же понимали так, более нежели пятистам. Я, имею живых свидетелей. Изречением почили приготовляет начало воскресения, ибо кто спит, тот и встает. Вопросы? 1-й корейстер 15-7 Потом явился Иакову, также всем апостолам толкования, брату Господа, поставленному от него первым епископом в Иерусалиме, ибо были и другие апостолы, каковы семьдесят учеников. 1-й корейстер 15-8 А после всех явился и мне, как некоему извергу толкований. Это слово смиренно мудре. Смирение же сие употребил благоразумно для того, чтобы, когда скажут о себе высоко, я более всех их потрудился, стих 10, ему не отказали в вере, как самохвалу. Извергом в собственном смысле называется недоношенное дитя, которое женщина выкидывает, поскольку называет себя недостойным апостольского звания и человеком отверженным, стих 9, то назвал извергом как недозрелого по отношению к апостольскому достоинству. Некоторые же под извергом разумели позднее рождение, так как Павел последний из апостолов. Но Павел не уничижает то, что он последний увидел у Господа. Ибо Иаков не ниже прочих пятисот от того, что увидел Господа позже, чем они. Вопросы? Тут вроде все понятно. 1 Карифонам 15 9 Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Толкование. Сам о себе произносит суд. Я, меньше не только двенадцати, но и всех прочих. Смотри, здесь напоминает о тех грехах, от которых избавился через крещение, для того, чтобы показать, какую благодать получил от Бога. Для чего же, выставляя сам себя свидетелем воскресения Христова, так как он явился и ему перечисляет свои недостатки, для того, чтобы заслужить более доверия, ибо кто по сущей справедливости изложил собственные недостоинства, тот не будет напрасно говорить в пользу иного. Вопросы? Игнать Тихонович, я вот пока ты там пока считал, я открыл словарь Ожегова, и тут написано изверг мужского рода, жестокий человек мучитель, вот и весь ответ. Переводчики абсолютно точно подают, как он жестокий, гнал, мучил людей, христиан, а по-гречески ближе к тому, что он переводил впереди, там греческий перевод дается, а на русском нам даже еще более точно, там надо и так, и так, два, здесь все понятно, жестокий человек, извергом сегодня кто скажет, что абортированный какой-то, нет, а только так, так что я считаю, это неплохо знать вот это, потом неоднократно сейчас считали, он был, умер за грехи наши по Писанию, а зачем по Писанию-то? И дальше, и воскрес, опять по Писанию, то, что мы говорим на Пасху, Христос воскрес, приветствуемся, нигде этого нет, Писание, Писание есть одно, воскрес по Писанию, по смыслу получается, если хотим мы по Слову Божию более сильно показать воскресение, можно было приветствовать так, Христос воскрес по Писанию, вот как, потому что по Писанию сказать, большая часть людей никогда это не скажет, они знают, Христос воскрес, говорят, притом не знают, что говорят, Христос воскрес из мертвых, смертью из смерти попрал, сущим во гробе живот даровал, во гробе, даже не в гробах, а во гробе, а когда поют, вообще непонятно, у нас сестра Валя вышла и спрашивает бабушку, ну, Христос воскрес, да, ну, а во гробе что? Ну, воробей, да какой же воробей-то? Во гробе, нет воробей, ну, священники должны это знать или не должны? Вот, отец Михаил, про него, ну, очень известный такой священник, и он говорит, на новый приход поставили, я, говорит, гляжу, что-то народ так быстро кучковать все начало, говорит, что они там делают-то? А когда столика одного, во время службы-то, ну, а как же, а вы же сказали, как ныне, говорит-то, попечение, слово попечение, они печенье купили, положили, по одной печенюшке разбирают бабки, попечение, это забота, говорит, нет, да еще сколько он потратил на это время, пока разъяснил, у нас на каждом шагу тема непрорубная, и священники, они могут, ну, говорить-то могут, он выставил это, по печенюшке-то, по печенью, действительно, звучит прекрасно, надо с народом работать, славянский язык этот, непонятно, заменить русским, хотя бы главные, непонятные слова, я выхожу, именно опять на Писание, воскрес по Писанию, и в Писании, вдолбите это людям, они никогда эти слова не будут говорить, во Христос воскрес брякнет, а Христос воскрес по Писанию недоуменно пожмет плечами, вот так, так, 1 Калифонам 15, 10, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Толкование. Недостатки приписывает самому себе, а совершенство относит к благодати Божией. И это сказался смирением, ибо не сказал, я сделал достойное благодати, но благодать Божия, сущая во мне, оказалась не тщетной. Как? Потому что я потрудился более всех апостолов. И не сказал, я подвергался опасностям, но ограничил по хвалу свою скромным именем труда. Говорит это самосебе для того, чтобы явиться достойным веры, ибо учитель должен быть достоин веры. И то самое, что я потрудился, не мое совершенство, но дело благодати Божией. И комментарий небольшой, на слова, учитель должен быть достоин веры. Комментарий Игнать Тихон Чалапкину. Определить истинность учителя можно только через Слово Божие по толкованию святых отцов. Истинно так. Продолжаем. 1 Калифонам 15.11 Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем и вы так уверовали. Толкование. Я или более потрудился, они ли, простите, я ли более потрудился, они ли, но в проповеди мы все согласны. И не сказал, если мне не верите, то им поверьте, ибо уничижил бы сам себя и оказался бы свидетелем истины, не стоящим веры, но говорит, что и он сам по себе достаточный свидетель, и они сами по себе достаточны. Словом проповедуем также подтверждает истину своих слов. Ибо мы говорим не скрыто, но явно, и никогда-нибудь но и ныне, и вы так уверовали. Не сказал, ныне веруете, потому что они уже колебались, но наряду с прочими и их веру называют свидетельницей истины. Вы, говорит, не поверили бы напрасно ложным и обманчивым речам, если бы не были убеждены в истине проповедуемого. И комментарии Игнатия Тихонича Латкина на слова «Но в проповеди мы все согласны». Какое бы норовоучение не пришлось читать, пусть то будет самый известный канонизированный учитель церкви, но ты и тогда умей проверить по слову Божьему, согласны ли его слова с тем, что говорит Бог. В проповеди апостолов их послания не разнятся друг от друга и не противоречат одно другому. Но стоит почитать выступления архиереев в советские времена и сегодня, как они разнятся. Вопросы? Игнатия Тихонича желаю... Что значит разнятся? Разнятся? Так, вот, когда нейтронное оружие изобрели американцы, я не знаю, что их так задело, но, видимо, толкнули их и они начали в каждой проповеди архиерею журнал московской патриархии, такой синенькой корочкой была, ежемесячной. Ну, советский журнал. У баптистов выпускался братский вестник, у зарегистрированных, не говорю уже, которые отделены, вестник истины, там вообще все по слову Божию. Но здесь даже сравнить не приходилось нисколько. И вот они, это проклятое, там то другое, патриарх Пимен наступает против нейтронной бомбы. Так, откуда вы взяли такие проповеди? Вот, считаешь, тогда был митрополит, Еврешевич, кажется, Николай, он прямо в проповеди говорит, бейте проклятых извергов, за победу, ну, комиссар в рясе. Нам ли об этом говорить, кого-то бейте, добивайте, к чему? За Сталина, за Родину. И теперь, как только их не стало власти, и уже новый патриарх говорит, что вот, мы были гонимые, нас, патриарх Алексей уже говорит, это тоталитарный режим, нас даже за второй сорт не считали. до этого, ты говорил, лучшего строя нет везде, народный строй, ходатайствовали, за депутатом голосовать с капедры, в церкви было, и вот они, почему и разница, лицемеры, к сталинскому голенищу льнули, понятно, смерть грозила, но не говорил бы, и все, никто не потянет. А сегодня, так что их не позволяет говорить-то так, как есть? Но есть кто-то говорит, надо выйти за рамки привычного, что до нас сделали. И он говорит, что не надо бояться. А что такое страх? Лишение помощи от рассудка. Соломон говорит, повтори для себя, лишение помощи до рассудка. Да какой-то безумный, говорит, да, страх одражал и не знал, что говорил. Как апостолы, когда были на горе преображения, советовали Христу, а сами, говорит, не знали, что говорили. Итак, не знаю, что говорили, 72 года проговорили, ничего нигде нет. ЖМП, журнал московской патриархии. А по этим делам издательских, тогда был митрополит Петерим. А в народе говорили, жалкие мысли Петерима. Перевод такой, ЖМП. Все. Первое, Калифином 15-12. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Толкование. Прекрасно рассуждают. Сначала доказал, что Христос воскрес, и что так проповедуют Он и апостолы, а потом Его воскресением подтверждает общее воскресение, так как за головой следуют и прочие части тела. Не на всех протирает обвинения, дабы не сделать их бесстыднее. Но, говорит, некоторые говорят, 1 Калифином 15-13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Толкование. Дабы не сказали, что хотя Христос и воскрес, однако общего воскресения не будет, подтверждает последнее. И говорит, если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Ибо одно подтверждает другое. Ибо для чего Он воскрес, если не для того, чтобы быть начатком нашего? Вопросы? Час прошел, можно задавать вопросы не по теме, или, может быть, у кого-то молитвенные просьбы, или там объявления, какие-то пожелания. Пожалуйста. Ничего нет? Ну, тогда, кто не знает, в воскресенье, послезавтра, будет прощенное воскресенье. Вот. Мы пойдем в храм на вечернее богослужение. Будет чин прощения совершаться. Поэтому занятий в воскресенье не будет, а будет в среду. Нет вопросов? Игра, тихо. Объявления какие-то есть, может быть? Ну, объявления-то. Если прощенное воскресенье, надо где-то удалиться, хотя бы немножко, там, полчасика побыть одному, припомнить, кто на тебя что имеет. На тебя имеет. Про то, что ты на кого имеешь, это уже никуда не годится. Обида. Обида вообще не христианское дело. Припомнить, ну, и попросить прощения. Священники все до одного будут выходить, просить прощения. А им есть за что просить прощения. Не учили народ, главное. Не учили народ, ничего не знает. Я еще, они на что угодно ссылаются. То народ темный, то другое. Я говорю, ни один адвентист седьмого дня их руководитель не скажет, что народ у них темный. Они их учат. У каждой бабки сидит Библия в руках. Да она и не нужна, как у старобрядца Плестовка. И вот называют он какое место. И они сидят, листают по оглавлению или как ищут. Мне как-то дали слово у них сказать. У адвентистов седьмого дня это не баптисты. Это очень ревностные люди-то. Ну и вопросы стали так же вот задавать. А вот у вас не мешает то, что окна люди смотрят? Вас это не отвлекает от молитвы? Я говорю, нет. А, ну от слушания Слова Божия не отвлекает? Я говорю, не отвлекает. О, какие вы крепкие. Я говорю, не поэтому. А потому что его не звучит Слова Божия отвлекать некуда. А окна на 3-4 метра от земли узенькие, закопченные, прокопченные гарью с вечной, там зубилом надо уже отрубать, наверное, эту копоть. Вот и все. Ну, а у нас сестры в окно смотрят во время проповеди. Тоже заботятся о чистоте. Можно тоже как-то учить. А мироточение то задали вопрос. Патриархия создала особую комиссию по поручению патриарха. Иоанн Экономцев, Павел Плоренцкий, это уже внук того Павла. И в конце говорят, не демон или нечистая ли сила над нами смеется из потустороннего мира, а мы голову ломаем. То есть демоны тоже могут мироточение сделать. А народ ухватился. Ну, что народ-то? Народ темно необразованно. Это говорят учителя. Да за что ж тебя кормить-то было? Если год кончился, а ученик не перешел в следующий класс, ну, наверное, учителя надо как-то спросить, почему так не учил? У нас все такое шаткое, как вдумаешься, дымное, туманное. А можно ли просветить? Можно начинать учить. священники объявляют войну мгновенно сразу. Я сегодня по интернету полазил, сколько на меня говорят. И ни одного не нашел, который говорит правду. Который правду говорят, это люди берут, распространяют наши ролики, проповеди, какой-то Александр появился, я даже не знаю, Павел, может он к нам даже приходит. Видно, что хороший человек. А эти говорят, ну, прям совершенно что-то я мощи где-то выкидываю или, ну, бред. Даже отвечать не на что. Почему? Ничем не занятые. Ничем. Такое у нас сокровище. Столько роликов, столько тем раскрыто. Это не надо ничего. Ну, люди же идут на исповедь. И пакость всякую пишут. И пойдут, и прости Христа ради. А что он наговорил, пакость, даже нужды никакой нету. И ни возраст, ни еще на их не действует. Почему? А батюшка простит. Вот за это тоже придется отвечать. Совесть умерла. Вот, которая выступает, я их, не знаю, просто посмотрел, ссылается на Кемеровскую епархию, что мы это белое братство какое-то, подобие это белого братства, какое, в глаза никто не видел. Или какие-то Анастасии, звенящие кедры, то есть, что ему, что читал, то и лепят. Почему? А ему сказали, трави его. Ну, мне-то от этого ничего не будет. Ну, вы людей, которых отвратили, то вы за них понесете наказание. И так пройдет. У нас же было, это мы вышли, когда на прощенное это воскресенье, как на нас напали семинаристы-то, при том еще был, епископ-то. А один другому подошел еще с матами, а другой говорит, Игорь, Думунов стоит, он ему в отцы годится, стоит в одеянии, потому что у него черная одежда у Игоря, а другой подошел, еще ты говоришь, дай ему в морду. Я это высказал потом архиерею, какой волчатник вы подготовили здесь. Максиму, когда были в епархии, сидели за столом, и я говорю, это что у вас, учащийся? Вот один из них как раз подходил, и священник тут же стоит и ничего не говорит. Почему? Всего благословения. И только что вышли, простившись, всю службу отстояли, вышли, им идти в другое место, там жареную рыбу доедать. А они накинулись на нас за пределами храма, на улице, ни в ограде, нигде. А Игорь там, маленький, на палец написано, к истине, один народ, то есть наш где сайт? Ни один не верующий, я ему подаю, не бери, другой берет, да все берут. И это они их так воспитали, я говорю, они такими не были, это вы их сделали такими жестокими, лживыми, и вы от них потерпите. Это я Максиму тогда был, все это сказал. Какое он будет в крещении? Ну, никакой, изверг. Вот это надо думать, чтобы от прощенного стало крещение, мы пошли другие, совершенно другие, не накапливали грехи. все. Так, ну о том, что будет, поговорили, о том, что было, вчера был День Защитника Отечества, и вас, вероятно, наверное, поздравляли, Игнать Тихонев. Да поздравляли, вчера даже парень со стены у нас снег кидает, ну, а что, да двойной праздник оказывается, какой, а еще раздольная широкая Масленица, и раздольная, и широкая, то есть язычество, а в честь чего, какой 23-я, раньше говорили под Псковом, где-то большевики, кого-то там, ну, кого-то там побили немцам, ну, совершенно, мужик мужика побил, теперь уже другое, говорят, что там какой-то договор был, что-то еще, то есть даже название праздника-то не знают, защитники Отечества, какого, где, в армию-то брать некого, берут его, он стоит, как шкелет изблудившийся, не скелет, а шкелет, защитники Отечества, не дай Бог, как случится кого-то, воевать-то, оборони Господь, но вопрос, защищать Отечество не грех, если идешь там, например, санитаром, или лучше вообще не ходить, угнать Тихонович. Слава Богу, мне 78-й год, я свое Отечество отдал на флоте и в ракетных частях, но сегодня был, наши братья пишут заявление заранее, не меньше, как полгода до призыва, что так и так мы обязаны отслужить, альтернативная служба, оружие не брать, вот этот фильм-то, который сейчас смотрели-то, как он называется-то? По сопряжениям совести. Да, вот советую всем посмотреть, посмотреть. Он отметит седьмого дня и на фронт рвется, на оружие не берет, над ним издевались, били его, а потом он в первом сражении спас столько, говорит, даже мы вместе все такой пользы не принесли. Один остался среди японцев. Вот как Бог делает. Вот поэтому защищать надо, а как защищать? Молитвою. У нас большая тема есть в Кристиноправославии в книге. А я говорю вам, любите врагов ваши. Там все сказано. Как был Иерон, такой мученик, ему явился Господь и сказал, чтобы там не ходил никуда. Его казнили за то, что не пошел. А Андрей Стратилат, там 2896, шесть что ли воинов было. Воины сильные, храбрые, уверовали, их посекали, то они руки сложили, голову склонили. Их нигде не говорят. То есть обман скрывает. Это жития святых, я рассказываю, жития Дмитрия Ростовского написанное. Как защищать? Да он не родился бы Гитлер, защищать, защитники. Тебе надо куда? Посылать на поле, на минное, кого-то. Там ты можешь идти, спасать раненых. Но копать окопы, ну не подносить снаряды, ни корректировщикам огня христианин не должен. Определенно и четко. А многие идут на это. Комиссии составили, когда в военкомате кто отказывается, сидят там священники, ну а не священники для православных там, а как же вот Александр Невский, а как же Сергий Радонский благословил, то есть подталкивают, которые они не служат, как свидетели Югова-то. Им сразу по три года впаяют и все. А когда ты заявление подашь, за полгода раньше, что интересно, служить дольше, служить где-то за больными, в лазаретах укаживать, как написано в законе. Но получилось так, что наши ребята ни один не служат. Заявление пишут, их в армию не берут и все. А этих, которые пошли, там в Чечне, сейчас 450 трупов обгорелых лежит и уже там лет 15 и не могут денег собрать, чтобы определить по ДНК, чьи трупы. Я недавно прочитал, говорят, в грузовых вагонах лежат, даже не верится, ну неужели это может так быть? И хоронить не хоронят. Мол, мальчишки после школы сунули их туда и переколотили их, под Новый год пьяный Ельцин сделал, навоевались, а кто не пошел, живой сидит. Вот и так защита Отечества молитвой. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, нет вопросов больше? Так, ну тогда продолжим. 1 Калифонам 15, 14 А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Полкование. Ибо если он, умерший, не смог воскреснуть, то ни грех не истреблен, ни смерть не упразднена. Наконец, и мы проповедовали пустое, и вы поверили пустому. 1 Калифонам 15, 15 Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что он воскресил Христа, которого он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Полкование. Мы, говорит, оказываемся неправыми, потому что ложно показали о Боге, что он воскресил того, кого не воскрешал. Такое вытекает следствие, если мертвые не воскресают. Если же такое следствие нелепо, то нелепо верить и тому, что мертвые не воскресают. 1 Калифонам 15, глава 16-17 стихи. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы все еще во грехах ваших. Полкование. Опять защищает то же самое положение. Ибо Он для того воскрес, чтобы усвоить всеобщее воскресение. Если же нет воскресения, то и Он не воскрес. Если это допустить, то вера ваша напрасна, что нелепо. Вы еще во грехах ваших. Если Он не воскрес, то и не умер. А если не умер, то и греха не истребил, ибо смерть его для истребления греха. Ибо сказано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иван Гриатана 1.29 Агнецем назвал его без сомнения по причине заклания. Если же грех не истреблен, то вы конечно в нем остаетесь. Как же вы уверовали, что вы избавлены от него? 1 Коринфянам 15 18 Поэтому и умершие во Христе погибли. Толкование. То есть те, которые умерли за Христа и свидетельствовали о нем, погибли, если нет воскресения. И вообще все, которые умерли в вере Христовой и в жизни тесной и скорной погибли, потому что лишились мирских удовольствиях и после сего не получат никакого блага, если не будет воскресения. 1 Коринфянам 15 19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Столкование. Если говорит все наше ограничивается здешней жизнью, и мы уповающие на Христа, то есть имеющие надежду на Христа, существуем только в ней, а там нет иной жизни, то мы несчастнее всех, так как ни здешними благами не наслаждались, как и выше сказано, ни будущих не получим, потому что и не воскреснем. как некоторые говорят, быть может скажет иной, одна душа будет наслаждаться. Почему же так трудилась не одна только она, душа имеется в виду, но и тело. Где же справедливость, если тело, перенесшее большую часть трудности, обратится в ничто и не получит никакого блага, а у венчана будет только одна душа. Вопросы? У тебя сильный свет падает на лицо, лица не видать, просто светлое пятно. сейчас исправлю. Вопросы? Ина тихо, чьи, что по этому добавить? Вопросы, а просто знать. Написана у мусульман своя книга, и в этой книге у них говорится, что он взят был Христос без смерти на небо. Они его называют Иса, это Иисус. Ну, я был, с ними разговаривал, я говорю, ну, он же воскрес, нет, не воскрес. Я говорю, тогда вы все во грехах, тут они замолкают сразу. То, что барана вы колете, а теперь говорят, что на баране даже туда заехать, кто барана привез-то, ну, для нас это непонятно, как баран там мог взять грехи, а только напоминает, как ветхозаветнее было. И это два миллиарда человек, это вот сказать даже страшно, и не верят, и говорят, это христиане исказили, а еще же бы они исказили-то. Я спрашиваю, да чего, и за что бы они тогда умирали, если нет воскресения измертых. И, главное, Библия у него на столе, синодальный перевод у них, мол, а веры нету. Мы-то верим, нам кажется, так и должно быть. Это дивный дар неба Бог дал нам, дар избрания, верить в воскресение. Было время, когда архиереи потеряли веру, Бог отнял веру, а они доигрались. И нет никакого воскресения. И тогда Бог вот усыпил там сколько, семь юношей было, и они воскресли, там, сколько лет прошло, больше, около двухсот с лишним лет, надо посмотреть. И тогда вот они стали верить, потащили архиереев туда, показали им. Как можно тогда, а во что они-то верили? Ну, во что? В нравственность, общечеловеческий христиан, ценности, как Горбачева взяли, это духовность. Духовность, слово придумано, это никакого отношения к христианам не имеет. Есть духовные и плотские люди, но духовность нет этого. Ни слова нету, ни понятия нету. Что духовность? Ну вот, сняли фильм, а без разврата там его не пропустят, но на банке нарисовали крестик, все благословленное. У нас Володя один, знакомый, он бабкам давал слушать, жития, я насчитал Библию, а они против магнитофона, никого нет, железки, и там кто-то говорит, это бесы. Он говорит, бесы, и он взял крестик, вырезал из фольги-то, и приклеил магнитофон, и показал, вы что, против креста, и бабки замолкли. Надо еще знать, как преодолеть это. Когда я рассказываю, вот там в Индонезии, навербовали их молодых-то, в ИГИЛ-то, они рады им обещают рай, а они свинью зазирают. И один посоветовал, что молодых, когда убивают, родителям отдавать, зашивать его в свиную шкуру. И как у них пронеслось, какой ужас, в свиной шкуре, это никакого рая не будет, и все, приток молодых людей кончился. Мы должны знать, как одобрить, и что сказать, и в чем сила. Отошел. Первое корифорам 15-20. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из уберших. Полкование, показав, сколько рождается нелепости от неверия в воскресение, повторяет слово и говорит, как бы так. Вот что следует, если нет общего воскресения, когда и Христос не воскрес. Но Христос воскрес. Посему будет и общее воскресение, и этих нелепостей не случится. Постоянно прибавляет из умерших, дабы загладить уста манихеев. Заградить. Простите. Постоянно прибавляет из умерших, дабы заградить уста манихеев. Если он первенец из умерших, то без сомнения и им умершим должно воскреснуть, ибо первенец имеет за ним следующее. Например, когда из многих один сделает что-нибудь, начав первый, а прочие будут продолжать это. 1 Коринфянам, 15 глава, 21-22 стихи. Я вижу все. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвы. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Полкование. Присовокупляет причину, которая подтверждается сказанное. Нужно было говорить, чтобы само побежденное естество победило, и чтобы сам низверженный преодолел. Ибо как в Адаме, то есть через падение Адама, все умирают, так во Христе все оживут. То есть потому, что Христос оказался безгрешным и неповинным смерти. Хотя умер добровольно, но воскрес, потому что целение не могло удержать его начальника жизни. Иоанне 2, 24. И это все идет против манихеев. Вопросы? Вопрос. Кто такие манихеи? И что они утверждали? Что они утверждали? Во что они верили или во что не верили? Кто знает? Игнарь Тихонович, знаете? Нам подробности-то не нужно его знать. А то, что были они против воскресения. А они слово воскресение заменяли духовным. Впереди мы же про это считали. Нам-то теперь не манихеев надо знать, а как веруют баптисты, адвентисты, свидетели Ягова называемые. А у них главное было, что не верили в воскресение тел. Вот это взять. А там эти тонкости, которые верили в Демиурга, два бога, один добрый, другой злой. Нам эти подробности совершенно не нужны. Это житие святой Екатерины. Когда допрашивали, она подробно стала разбирать божества. Вот Марс такой-то, весь кровавый. А Кронос своих детей сожрал, съел. Нам разве это можно делать? Но она их там на суде громила, она была очень грамотная. А нам-то с кем разговаривают? Которые еретики сегодняшние живые, с ними можем и поговорить. Начинать с малого. Почему они галстуки носят? Почему бритые? То, что понятно. И легко это доказывать по слову Божию. Удавка. Почему посты не соблюдают? Вначале крест Господний вообще отрицали, а сейчас у них на молитвенных домах везде кресты появились. Вот так. 1-й калифинам 15-23. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы пришествия его. Толкование. Дабы ты, услышав, что все живут, не подумал, что и грешники спасутся, прибавил. Что касается воскресения, то все живут. Но каждый будет в своем порядке и в том, чего достоин. Христос стал первенцем и путем воскресения. После Него те, которые принадлежат Ему, то есть верные и угодные Ему, воскреснут прежде прочих, когда Он будет сходить с небес. Это значит пришествие Его. Ибо праведным справедливо иметь какое-либо преимущество и в самом воскресении. Поскольку они будут восхищены на воздухе встретения Господу, 1-й кисельнике 4-17, то воскреснут прежде. Между тем грешники, как осужденные, будут внизу ожидать судью. Потом конец всего и самого воскресения, потому что все вообще воскреснут. Ибо ныне воскрес один только Христос, а дела человеческие остались в своем положении. Но тогда будет не так, но все получит конец. Вопросы? 1-й к Алифинам 15-24. А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Писание знает два царства. Одно по праву усвоения, другое по праву творения. По праву творения Он царствует над всеми, над эллиными иудеями и над самими бесами, и над теми, которые не хотят всего. По праву же усвоения Он царствует над верными и святыми, которые добровольно подчиняются. Об этом царстве сказано «Проси меня, и я дам народы в наследие тебе». Псалом 2-8. «И дана мне всякая власть». Матфея 28-18. «Его-то передаст он Отцу», то есть устроит закончик. Представим себе, что какой-нибудь царь поручил сыну своему вести войну с отложившимися от него народами. Когда сын произведет войну и покорит те народы, тогда может сказать, что он передал войну Отцу, то есть показал, что поручено ему дело окончено. Итак, Павел говорит, что когда сын все покорит, тогда будет конец. Ибо Христос тогда совершенно воцарится над нами, тогда мы уже не будем разделяться между Богом и князем мира. Он как бы отнимет царство, похищенное тираном, и представит он Отцу свободным. То есть, когда победит и укротит лукавые силы, ибо ныне они действуют весьма много, а тогда перестанут действовать. Аминь. Ну что, помолим сейчас, поблагодарим Бога. Достойная стягковая истину, Блажей Петер Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубь, И славнейшую без сравнения с Ерахим, Без истинния Бога снова росшую, Сущую Богородицу Те величаем. И дайте, конечно, молитесь. Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, прими нашу молитву благодарения и за этот день, как многое Ты нам сказал из Священного Писания через брата нашего апостола Павла. Научи насценить это мирное время, не ожидая лучшего, и молись о том, чтобы народ приготовлен был к великим и страшным испытаниям. Слово Твое, это семя божественное, дадаст обильный плод жизни нашей. Расславься в жизни нашей, Христе Божий наш. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, спасибо Христос. С Богом отключаю. С Богом. Тихо, тихо, тихо. Выключаю. Все, включаю. С Богом.